Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня повествование будет о пустых баночках. Здесь я вам расскажу свое честное мнение по поводу продукции, которой я пользовалась, что мне понравилось, что нет, никогда бы я не рекомендовала вам купить. И более того, в конце будет косметика, которую я не смогла закончить. И мне жалко, что она пропадает. Ладно, об этом я расскажу в конце, если досмотрите, узнаете. Итак, первое, с чего я хочу начать, это с бытовой химии, потому что я обещала подписчикам поделиться хорошей бытовой химией, которая так или иначе мне понравилась. И первое, это будет, наверное, торговая марка ZERO. Это экологически чистый гель на основе пищевой соды, сока лимона, без парабенов, без продуктов нефтехимии, 100% экологично стоит знак. Ранее пользовалась SodaSun гелем, но случайно попробовала вот это моющее средство для посуды гель, увидела в аптеке. Все, которые были в аптеке, я скупила. Больше они не привозят. И я хочу по названию найти, где же еще продается такой гель, потому что мне это средство больше нравится для посуды, как оно работает, так сказать, как оно в деле, и как чувствуют себя мои руки. Потому что постоянно в воде, постоянно что-то моют, там чашку, там ложку, без конца контакт с водой и с моющим средством. В общем, очень им довольна. Я вам рекомендую, если вы любите, ну, что-то более экологически чистое, чем, как это, Вилариба, Вилабаджу, забыла даже, как называется это средство для посуды, потому что ты его смываешь, смываешь, оно какое-то нескончаемое. Вот какая-то пенница, как себя ведет, мне очень нравится, меня не раздражает. Далее хочу показать кондиционер-ополаскиватель, он тут еще есть. Но я боюсь, что я выброшу банку и не покажу вам. Это торговая марка Леон японская. Они зачем-то эти наклейки делают. Ранее я показывала вам свой любимый в оранжевой упаковке. Да, так и есть. Оранжевый по-прежнему самый ароматный, самый классный. Я пробовала еще зеленый. Тут не помню, голубой пробовала я или нет. Но теперь взяла розовый. Он более душистый, чем в зеленой упаковке гель, но менее душистый, чем в оранжевой. Но также очень приятный, концентрированный аромат, прям просто-просто безумный. Более того, если вы из Украины смотрите ролик, на розетке есть этот Леон. Не вот в такой пластмассовой упаковке, а в мягких упаковках, таких как пакетиках. И так выходит более экономически целесообразно приобретать, покупать. Я уже заказывала и планирую также в мягких заказать. И, кстати, банку не буду выбрасывать, а сюда перелью. Ну, потому что так просто по деньгам выходит значительно дешевле, экономнее. Мне, честно говоря, такой банки хватает только на неделю. Далее я хочу показать быстро детский шампунь HIP. Мой самый-самый любимый, но я люблю брать в больших упаковках с помпами. Мне так удобнее пользоваться. Это самый любимый детский шампунь. Никакий не люблю ни эти Джонсоны, ни Бюбхен. Вот этот мой самый-самый любимый, приятный, какой-то тонкий аромат ромашки, что ли. И малыша мою с ног до головы именно вот этим шампунем. И дальше уже переходим к косметическим продуктам. Хочу показать вам свой гель для душа Джо Малон. С ароматом у меня был Гриффрута. Я как-то предложила мужу, что у него такой мужской аромат, возьми и попробуй. Он решил, что этот гель для душа у нас на двоих. И раз предложила, пользовался потом на постоянной основе. Очень тоже ему понравился, и мне понравился. И аромат, божественное качество, красивая упаковка. Все в нем прекрасно, кроме цены. Но, скорее всего, я буду еще пробовать, баловать себя и пользоваться гелями для душа Джо Малон. Более того, у меня еще аромат. Ну, меньше половины, наверное, уже осталось. Но, конечно же, с таким гелем звучит красивее, более как-то многогранно. Далее, вы даже спрашивали у меня под некоторыми роликами о этом японском бальзаме, который в объеме огромнейшем, по-моему, 750 миллилитров. А, нет, 500 грамм. Большой объем. Он с подсолухом был. Обалденный бальзам. Японские волосы, получается, в лучших традициях. Мнение у меня о нем не испортилось. Шикарный-шикарный бальзам. Я его добавила туда воды и вымыла полностью. Единственное, что он у меня очень быстро закончился, потому что он с помпой. И когда я забывала и оставляла на ванной этот кондиционер, малыши у меня играли в помпу и выдавливали просто вот в ванную. Мой кондиционер. У меня щемило сердце, когда я это видела. Но, к сожалению, наверное, больше, чем полупаковки у меня ушло впустую. Кондиционер замечательный. Могу вам рекомендовать, если вам нравятся волосы, когда выглядят такие, как у японок, как шелк, блестящие, струящиеся. В принципе, осталось им очень-очень доволен. Но пока сделаю перерыв. И более того, трихолог сказала, что будет подбирать мне другой уход. Я буду мыть и ухаживать за волосами только какими-то определенными средствами. К сожалению, пока не знаю ни бренда, вернее, торговой марки, ни свойства, какие должны быть у этого ухода. Поэтому я ничего пока, в общем, отсебятины не делаю, ничего не приобретаю. Добиваю то, что у меня сейчас есть в уходе за волосами. И вы все время спрашиваете, как я ухаживаю за волосами. Вот здесь в ролике будут пустые баночки. Это то, чем я пользовалась за последнее время. Люблю очень японский уход на самом деле. Далее будет уже не японский, а израильский уход. Это Sarina K, если я правильно называю торговую марку. Мне посоветовали девочки в магазине, где продается профессиональная косметика. Именно этот уход, потому что его хвалят. В большинстве случаев он подходит потребителям. И очень много звездочек этих продуктов. Sarina K работала в Maracan Oil и потом создала свой бренд. Насколько я знаю, вся продукция на основе масла ши. Это натуральная израильская профессиональная косметика. У меня был только восстанавливающий кондиционер без сульфатов, парабенов и так далее. Потому что у него достаточно высокая цена. И до этого кондиционера я купила несколько продуктов, которые не отвечали моим требованиям. Я их попробовала, разочаровалась. И уже как бы насторожно подходила к покупке средств по ходу за волосами. Бренды я которых не знаю, не слышала. Только купить по словам продавца-консультанта, ну как бы мне тяжело угодить. Но вот этим кондиционером очень довольна. Он не уступает японским уходовым средствам. Наверное, его проще купить в профессиональных магазинах. Вот обратите внимание, с помпой очень удобный. Объем здесь 300 миллилитров. Ну, единственное, что меня разочаровало, это высокая цена. А по качеству очень-очень осталась им довольна этим кондиционером. Быстро ушел, у меня даже упаковка не успела слезть. Дальше, продолжая эпопею в уходе за волосами, хочу показать еще два средства, которые у меня закончились. Это будет вот такая торговая марка Наша Орган. Это несмываемый кондиционер. Несмываемый кондиционер. Единственное, что могу сказать, он хороший, отличный. Но для меня где-то на 4 с плюсом. Все же я предпочитаю уход, который необходимо наносить, держать, потом смывать. Для меня получается эффект лучше, как-то более глубокое проникновение в эту структуру волос. Вижу больше каких-то положительных моментов в таких уходовых средствах, которые необходимо наносить, держать и смывать, нежели наносить просто поверх волос. Он хороший, замечательный. Но мне бы хотелось чего-то мощнее и сильнее. У них отличное масло, органовое. Потом у них кондиционер я пробовала. Вот все же тот кондиционер, который необходимо наносить и смывать, мне подходит больше, чем это средство. Знаю девочкам-блондинкам, очень он подходит, питает, и они без ума. Ну, по крайней мере, мне в салоне, когда я покупала, все блондинки в один голос говорили, что замечательное-замечательное средство. Потому что я послушалась и купила несмываемый, потому что я как-то особенно не пробовала такие продукты. Так, достаточно, я у меня уже сказала. Нужно пробовать и есть в миниатюрках, прежде чем приобретать, покупать. Дальше. Торговая марка Чи. Это Кардашьян Бьюти. Масло для волос с тмином. Это самое классное масло, которое я пробовала для волос. В прошлом ролике я вам также показывала масло, чьи у меня был, ну, не пробник, а миниатюрка. Я осталась всем разочарована. А вот это вот мое самое-самое любимое масло. Я им пользовалась практически на ежедневной основе. После каждого мытья головы наносила на кончики, только кончики где-то, ну, вот так, от ушей и вниз. Прекрасный аромат, прекрасно распределяется, волосы не остаются грязными. Немного просто сглаживает какие-то посеченные волосы. Конечно же, никаких восстановительных эффектов он, это масло не дает. Но мне нравилось, что дает блеск, ухоженность волос, сглаживает посеченные кончики, волосы расчесываются и не путаются. Вот это вот то, что для меня было крайне важно. Дальше быстро покажу блеск Шанель. Я его уже показывала где-то в лимитках или новинках, рождественских, по-моему. Пришел быстро у меня он к концу. Вот так вот выглядит этот блеск. Пользовалась им на ежедневной основе. Ничего особенно примечательного, замечательного, либо уникального в нем нет. Обычный люксовый блеск. Далее подошла у меня к концу маска La Neige. Хорошая маска, я ей пользовалась как маска-блеск для губ. Повторять не буду, потому что, ну, в принципе, такие функции выполняет любой блеск, например, Dior. Также увлажняет, скатывает ороговевшую поверхность губ. Как только перестаешь ей пользоваться, эффект уходит. Поэтому, ну, специально покупать маску для губ, именно такую я не буду. Но эффект неплохой был. Она хорошая. Ну, пусть на 4 с плюсом будет эта маска для губ. Для меня такая маска-бальзам. Дальше коробочка вот такая у меня Bobby Brown. Это крем для глаз. Крем для глаз мне понравился больше, чем крем для лица. Почему-то у него такая более легкая текстура. Более какая-то, наверное, водная основа. Он легко впитывался. Ну, кроме увлажняющих способностей, конечно же, борьбы с какими-то мимическими морщинами, с возрастными изменениями я не заметила. Он больше служил как такое увлажнение хорошее перед нанесением макияжа. Ну, собственно говоря, это и была его цель. Он так и называется увлажняющий крем для глаз. 15 миллилитров. Срок хранения 6 месяцев. Очень маленький срок хранения. Безумно красивая упаковка. Приятно было им пользоваться. Но для меня он больше был такой, как не уходовый, а нес какой-то такой косметический характер. Я им пользовалась перед тем, когда наносила макияж перед сном, либо в плане как только один уход, я им не пользовалась. Не воспринимала так этот продукт. Итак, далее. Что у меня закончилось? Это нюкс торговая марка и крем для лица. В объеме 50 миллилитров. Увлажняющий крем для лица. Очень приятный аромат. Французский. Но единственное, у него слишком плотная, как для моей нормальной тиражерной кожи, текстура. Поэтому он у меня долго уходил. Повторять пока желания нет. Но крем хороший. Просто увлажняющий. Единственное, наверное, он подойдет более для обладательниц сухого типа кожи. Хотя написано для всех типов. Но как по мне, он слишком платноват. Нюкс. Хорошая торговая марка. В принципе, и крем под глаза у меня был. Мне, кстати, крем под глаза нравится больше. Покупала в Дьюти Фри наборчик по приемлемой цене. Как запасной вариант такой подстраховочный иметь. Ну, в принципе, можно. Далее. У меня закончилась тушь от Шерлот Тилбери. Вот так выглядит кисточка. Но вернее, даже не столько она закончилась, сколько по времени. По сроку годности она у меня давно лежит. И я уже просто боюсь ей красить. Это неплохая тушь. Но она не была моим фаворитом. Золотая упаковка, если кому-то очень нравится. Я к ней как-то совершенно ровно относилась. Неплохая, но в большом объеме покупать не буду. И дальше я хочу показать здесь продукты. Косметические, которые мне не подошли. Закончить я их не могу по причине, что это просто какое-то мучение. Они мне категорически не подходят. Хотя нет, есть, которые и подходят. Но из-за того, что у меня много продуктов, как бы они простаивают. И вот заканчивается срок годности. Мне просто жалко потраченных денег, энергии и так далее. И я хочу, чтобы они, возможно, кому-то достались. Тому, кому они нужны. Возможно, человек не может купить по какой-то причине. В общем, это не важно. Есть желание попробовать их. Я дам девочке из Украины, потому что отправлять еще в другую страну я не хочу просто даже тратить деньги за пересылку. Первая девочка, которая мне напишет в Инстаграм, тому я и отправлю новой почтой эти средства, эти продукты. Первая – это вот такой вот гель для волос от Керастаз. Я не знаю, здесь есть еще на несколько раз, наверное, вот так вот продукта. Мне категорически не подходит для моих волос. Возможно, из-за того, что есть какие-то проблемы у меня с волосами. Кому-то подойдет, может быть, блондинкам, я не знаю. Далее – сыворотка от доктора Джарта. Она мне не подходит. Это прям серум, по-моему, здесь с витамином С. Стоила сыворотка сумасшедших денег. Здесь все стерильно, гигиенично. То есть помпа, я туда пальцами не лазала. Поэтому чуть меньше, чем полупаковки. Но я думаю, возможно, человеку подойдет. Далее вот такая вот маленькая водичка от Локситан. Ей пользовалась несколько раз, не поняла ее вообще свойства. Для чего она нужна? 30 мл, ну, может быть, здесь 26 осталось мл. Она попалась мне в коробочке красоты. Я так понимаю, ее необходимо использовать вместо термальной воды. Вот скоро будет уже жарко, скоро лето, весна. Думаю, пригодится. И еще есть вот такой вот блеск для волос с распылением. Он мне нравился очень. Это блеск плюс термозащита для волос. У меня много продуктов, и он стоит, простаивает. Я не успеваю пользоваться. Сам продукт очень хороший. Боже мой, тут даже цена внизу написана. Я отдеру обязательно. И здесь есть два новых продукта, которые я не трогала, но они мне просто не нужны. Мицеллярная вода. Эти средства попались мне в коробочке красоты. Мистер Скраббер. Торговая марка. Мне кажется, мицеллярная водичка. Возможно, молоденькая какая-то девочка напишет, что нужна эта продукция. Я отправлю одной посылкой это все. И мне очень срочно нужен какой-то желающий, чтобы я смогла в пятницу, либо в понедельник, в субботу отправить. Мне нужно срочно избавиться, потому что мне вот это все пустое в доме мешает. И дальше хочу отправить тоже новое. Я не прикасалась, не трогала. По-моему, мне слишком светлая цветовая гамма. Это Catrice. Тени для оформления бровей. И вверху маленькая такая тоненькая полоска идет с хайлайтером. И здесь, по-моему, кисточка нет? Или нету кисточки? Я даже не помню, открывала я ее. Нет, она без кисточки. Да, немножко пальцами своими, конечно, я попробовала цвета, что они для меня светловатые. Но это, я думаю, не критично. Хайлайтер и три-три оттенка. Можно какой-то использовать и для глаз цвет. Вот этот, может быть, нюдовый, для затемнения. В общем, разберетесь, девочки. Здесь даже есть вот картинка-подсказка. Честно говоря, даже не читала, посмотрела, что для меня эта палетка светловато. Вот это вот все. Отправлю новой почтой очень быстро одной желающей девочке. Можете, если там по каким-то причинам не хотите оставлять здесь комментарий, пишите, давайте так и условимся. Напрямую мне в директ, в инстаграм. Кто первый напишет, того и тапочки. Все. Я надеюсь, видео было полезным, информативным. Я много раз видела, как девочки блогерам пишут, если вам не подошла косметика, дайте нам. Я думаю, что так будет правильно. И плюс мне действительно, на самом деле, очень жалко. Бренды такие, как «Доктор Джаред». Я заморачивалась и искала эти бренды, которые мне абсолютно не подходят. Я посмотрю, возможно, у меня какие-то духи, что-то есть еще приятное. Положу два новых продукта, несколько я пользовалась. Возможно, не все, но что-то девочке подойдет. Надеюсь, видео было полезным, информативным. Девочки, до скорой встречи. Готовлю для вас более интересные ролики, сюрпризы. Мне необходимо будет время, чтобы подготовиться эмоционально, настроиться и выкроить время, чтобы все отснять, порадовать себя и вас. Все. До скорой встречи. Всем пока. Ссылка на мой инстаграм будет внизу под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok